Штирлиц не знал, зачем он пошел за этими людьми. Он не знал, что будет делать дальше. 17 мгновений весны – культовый фильм про советскую разведку. Но хвалили его не только за это. Впервые в отечественном кино немцы были показаны не идиотами, а серьезными соперниками. Штирлиц, а вас я попрошу остаться. Все это не помешало Максиму Максимовичу Исаеву Штирлицу и его противникам стать героем бесконечных анекдотов. В них персонажи из фильма предстоят людьми не слишком-то сообразительными. В наши дни по моде подтянулся и интернет с мемами. Там есть знаменитый собор, Солберевский собор. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Этот клип появился после интервью солсберецких туристов Петрова и Баширова. Советский разведчик как бы критикует коллег. Конечно, и он бывал близок к провалу. Оставил отпечатки пальцев на чемодане радистки. Но сумел же выкрутиться. А они наследили за собой. И объяснить ничего толком не могут. Да еще и журналисты, кажется, раскрыли настоящее имя одного из них. Легендарное ГРУ так просто не разоблачишь, отвечали критики. Оказалось, то были еще цветочки. Мы собрали вас сегодня для того, чтобы сообщить о предотвращении кибератаки на организацию по запрещению химического оружия со стороны российских спецслужб. Попытка атаки была осуществлена 13 апреля. В ходе нее сотрудники ГРУ пытались получить доступ к беспроводной сети этой организации. Как знает каждый российский либерал, в голландской ГАГе находится тот самый международный трибунал, который однажды сурово покарает всех нарушителей прав человека. На самом деле полумиллионный город – столица разных международных организаций. Штаб-квартира борцовским оружием, круглая постройка, напоминающая катушку для кабеля. Здесь их взяли четырех россиян с дипломатическими паспортами. У двух гостей, привет Петрову и Баширову, номера паспортов отличались всего на одну цифру. Москва рассматривает заявление Министерства обороны Нидерландов о якобы совершенной хакерской атаке на серверы организации по запрещению химического оружия, как очередную срежиссированную пропагандистскую акцию в отношении России. Власти Нидерландов, видимо, ожидали от Москвы привычного «их там нет» и подготовились. Громким заявлением приложили фотографии изъятого в багажнике машины русских гостей. Антенна для приема и передачи беспроводной связи, декодер, ноутбук с программами для взлома. В общем, джентльменский набор хакера пойманного с поличным. Конечно, салцберецкие туристы Петров и Баширов и тут бы выкрутились. В конце концов, пытались же они объяснить, как по пути к собору оказались у дома скрипалей. Ну, может быть, мы к нему и подходили, если бы мы знали, где он находится. У любителей английской готики хотя бы не изымали вот этого. Квитанция на такси. Выписано на имя Алексея Моренца, одного из задержанных. Оплата поездки до Шереметьево. Владелец таксомоторной фирмы все подтвердил Коммерсант ФМ. Во время задержания у россиян было с собой 20 тысяч долларов и столько же евро. Зачем при этом брать чек из такси на 842 рубля – вопрос забавный, но не главный. Куда интереснее отправная точка поездки. Не слишком переулок. На Google View в южной части переулка комплекс старых зданий Минобороны, в том числе 85-й главный центр специальной службы, он же ВЧ-26-165, он же исследовательский институт криптографии, высшей математики и компьютерных технологий. А если говорить проще, штаб военных хакеров России. Тех самых, которые пугают мир со времен американских выборов. Это они якобы взломали компьютеры Демократической партии США и утащили оттуда компромат на Хиллари Клинтон. Это они якобы проникли в компьютеры антидопинговой ассоциации ВАДА, чтобы доказать, не только российские спортсмены принимают допинг. И вот теперь ГАГА – Организация по запрещению химического оружия. Но зачем? Спецслужба Нидерландов, а вслед за ними американцы утверждают – дело с Крипалей. Россия ведь заявляла, что их отравили не советским новичком, а западным ядом Бизет. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработка накоплений подобных химических соединений не осуществлялась. В день ареста россиян, как утверждают голландские спецслужбы, в здании Организации по запрещению химического оружия специалисты как раз исследовали образцы яда. Которым были отравлены Сосбирь, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Войдя в сеть, хакеры ГРУ якобы хотели найти что-нибудь, что потом поможет дискредитировать версию с новичком. Хотя, минуточку, кто сказал хакеры ГРУ? Дипломатические паспорта? Чек на такси с подозрительного адреса? Вы еще поддельный флакончик духов предъявите. Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо. А вот мобильные телефоны настоящим мужикам точно нужны. Настолько, что один из задержанных ГАГи взял с собой ту самую трубку, что использовал в Москве. В ней, как утверждают голландцы, геолокация около штаб-квартиры той самой военно-хакерской части. А вот еще ноутбук. В нем якобы нашлись данные предыдущих хакерских атак. И, наконец, помните Алексея Моринца? Того самого с чеком на такси. В открытой базе ГИБДД человек с таким же именем владеет машиной, которая зарегистрирована, не поверите, по адресу все той же спецбазы «Кибервойск». Поскольку девиз «РТВАЙ» по обе стороны, посмотрите, как о том же рассказывали российские федеральные телеканалы. Начинаем с новых обвинений в адрес России, которые прозвучали на Западе. Сегодня их целый поток. Но, например, в Минюсте США уличили аж семерых российских граждан в кибератаках. Прямо-таки на все подряд. От серверов Всемирного антидопингового агентства и ФИФА до некой ядерной кампании. Нидерланды обвиняют нас в этом. Обвиняют нас в этом. Обвиняют нас в этом. Что-то как прорвало сегодня. Я думаю, с чего прорвало. Потом вспомнил, елки-палки. Сегодня же в Брюсселе саммит министров обороны НАТО. Но они же должны были как-то, так сказать, мощно выступить. А теперь серьезно. На самом деле ничего особенного в кибершпионаже нет. Им занимаются все. Спросите у Снодена. Непонятно, почему Запад целых полгода молчал об аресте и высылке россиян. Искали доказательства, торговались, ждали момента. Но есть неприятный фон. После Крыма, Донбасса, MH17 и Скрипалей. Россия всегда все отрицала, даже очевидное. Теперь ей и не верят ни в чем. И устраивают скандал там, где в другом случае решили бы все закулисно. Впрочем, в этой конкретной истории главный вопрос в другом. Почему разведчиков так легко сумели разоблачить, да еще с таким количеством улик? Словно, они берут пример со Штирлица из анекдотов. А не со своих коллег из настоящей жизни, которые когда-то создавали советской разведке и ГРУ репутацию непобедимых спецслужб. Дмитрий Нойков и Георгий Андронников. Телекомпания «Артвяй». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин